Жизнь современной библиотеки – это не только книги. Книжные дома стали поистине местом культурного объединения жителей. Так, к примеру, в Центральной районной библиотеке постоянно проводятся выставки наших талантливых земляков. Находим мы их абсолютно по-разному. Бывает, что люди сами приходят к нам, бывает, мы от кого-то слышим об интересном, талантливом человеке и выходим к нему с предложением организовать такую выставку, обязательно с презентацией. В настоящее время в лекционном зале расположилась экспозиция местной художницы Оксаны Асеевой – коренная видновчанка, художник по профессии и по призванию. Она представила на выставке работы разных лет, объединив в одну тему – «Прощание с осенью». Так названа экспозиция, где яркость осенних красок переплетена с романтикой настроения, в котором пребывал автор. Оксана Асеева провела для посетителей библиотеки презентацию своей экспозиции и мастер-класс для всех желающих учиться рисовать. Ни один уверенный организатор выставки не ушел отсюда без положительных эмоций. Эти картины действительно дышат теплом, живостью и какой-то проникновенностью. Отзывы самые прекрасные. Маленькая экспозиция будет радовать зрителей до конца ноября. Приходите и посмотрите. Оксану Асееву мы пригласили сегодня в студию. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте. Как известно, работы на выставках создаются из разных лет. В данном случае как создавалась экспозиция? На этой экспозиции собраны работы за последние пять лет. Большая часть за последний год. А экспозиция создавалась довольно спонтанно. Я зашла в библиотеку, чтобы узнать, можно ли у них сделать мастер-класс по работе с масляными красками. И выяснилось, что зал прямо сейчас будет пуст, и можно в нем сделать выставку. Ну, мы знаем, что у каждого художника есть своеобразные работы-любимчики, которые связаны с каким-то определенными периодами в жизни или какими-то эмоциями. Есть ли такие работы у вас? И можно ли рассказать о какой-нибудь работе, об ее истории? Да, конечно, есть и любимчики. В основном они связаны с поездками. Когда куда-то едешь, и там пишешь этюды, вот создается такой памятный момент, и глядя на работу, потом вспоминаешь эту поездку, и, соответственно, если поездка была очень радостной, то и работа такая больше радует. Еще очень дорогие работы, которые в трудных условиях написаны, когда промерз, промок. Но у меня таких мало. А вот здесь на выставке есть какая-то такая работа, на которую вы хотели бы обратить внимание, например, наших зрителей? Да, там на правой стеночке, как входите, это розовая стеночка, есть девушка, которая сидит на берегу моря. Вот эта работа вызывает очень теплые, приятные эмоции. Это память о поездке в Бодрум. И вид был такой потрясающий. Ну, как я понимаю, работ у вас немало, скажем так, да? Ну да. По какому принципу вы обычно отбираете работы для той или иной экспозиции? Ну вот да, работ уже достаточно, и можно в них рыться и выбрать так, чтобы экспозиция смотрелась цельно, по цвету, по теме. Ну вот обычно так. Ну и традиционный вопрос, какие творческие планы? Что планируется в ближайшее время в вашей творческой жизни? Ну, в творческой жизни я сейчас стала больше уделять времени портрету, мне это стало интересно. Раньше как-то вот больше пейзаж, натюрморт. И такая безумная идея, хотелось бы сделать что-то вроде школы для взрослых, художественной школы. Потому что многим людям в свое время, как бы в детстве, не было доступно, а сейчас время трудное, и в такое время тянет на какой-то душевный отдых. Вот хотелось бы какую-то студию организовать. А опыт преподавания есть у вас? Да, у меня педагогический худграф, и я работала в нашей четвертой школе, в школе 7 лет. Ну, а вот если так субъективно вам больше нравится преподавать, или все-таки исключительно чистое творчество? Вот вы знаете, по времени я преподавала вот где-то с 20 до 27 лет, и тогда мне больше хотелось писать. Потом я стала больше писать, и вот сейчас мне уже хочется и преподавать. Наверное, что-то накопилось. Ну что ж, надеемся, эти творческие планы воплотятся в жизнь. Напомню, что у нас в гостях была художница Оксана Асеева. Мы с вами многое услышали, но, как говорится, лучше один раз увидеть. Приходите в Центральную районную библиотеку на выставку «Прощание с осенью». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Его些ев Продолжение следует...